В эфире Асербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Ильхама Алиев и первая леди Мегри Баналиева ознакомились с условиями, созданными в детско-юношеском центре развития Баку после капитального ремонта и реставрации. Создание современной инфраструктуры в различных сферах находится в центре внимания. За последние годы построены или реконструированы сотни образовательных учреждений. Одно из них – детско-юношеский центр развития. Президент Ильхама Алиев и первая леди Мегри Баналиева ознакомились с условиями, созданными в детско-юношеском центре развития Баку после капитального ремонта и реставрации. В 1937 году в здании, расположенном по адресу улица Велиханлы-3, был создан Центральный дворец пионеров. Цель заключалась в эффективной организации досуга детей, развитии их знаний, способностей и навыков, оказании практической и методической помощи в организации внешкольной воспитательной работы. В первое время во дворце функционировали кружки технического творчества, художественного воспитания, изобразительного искусства, физической культуры. В 1946 году во дворце был создан ансамбль песни и танца, состоящий из хореографической группы, коллективов народных инструментов, гармонистов и хора. Композитор Гамбар Гусейнли написал для ансамбля песню «Чуджаляри». Именно поэтому в 1959 году коллектив получил название «Чуджаляри». В апреле 1961 года в честь первого в мире космонавта-дворцу было присвоено имя Юрия Гагаина. А в 1991 году был переименован в Республиканский дворец детско-юношеского творчества имени Тофика Исмайл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 и первая леди Мегри Баналиева приняли участие в открытии инновационного центра Steam Баку. Субтитры создавал DimaTorzok Современные мировые реалии ставят перед образованием много важных задач по подготовке высококвалифицированных специалистов будущего. Для построения работы во всех сферах жизни в соответствии с новым миропорядком, обучение в учебных заведениях должно быть интересным, полученные знания необходимо применять на практике, занятия должны проводиться в креативной форме. То есть сегодняшние выпускники должны отвечать современным требованиям оправдывать себя на рынке труда. И именно с этой целью Министерство науки и образования с 2019-2020 учебного года при поддержке фонда Гейдара Алиева дало стать проекту Steam Азербайджан. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в ряде школ нашей страны действуют кабинеты и центры Steam. Учебная программа инновационного центра Steam, являющегося продолжением проекта Steam Азербайджан, отличается от учебных программ одноименных центров, действующих в средних школах. Субтитры создавал DimaTorzok Обратившиеся в этот центр школьники и студенты различных возрастных категорий, применяя умения 21 века, креативность, знания различных языков программирования, повысит свои способности по использованию современного ИКТ-оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok Steam — это реализация новых идей в результате синтеза науки, технологий, инженерии, искусства и математики. Образовательный подход способен содействовать решению различных проблем в обществе. В новом четырехэтажном здании инновационного центра Steam имеется авиационное пространство, классическая комната Ньютона, ньютоновская комната для детей, комнаты для игр, конструкции Eureka Classic, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воспитанный в этом центре внести свой вклад в будущее развитие нашей страны. Президент Ильхам Али подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения. Согласно распоряжению, с 1 января 2023 года сумма минимальной ежемесячной заработной платы установлена в размере 345 монатов. Этим распоряжением главы государства повышение минимальной заработной платы и заработной платы работающих по единому тарифному графику охватит 700 тысяч человек. Согласно новому распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 монатов. Будут повышены пособия и стипендии. Кабинет министров должен в течение 10 дней подготовить и представить главе государства свои предложения в связи с этим. Таким образом, рост минимальной ежемесячной пенсии составит 16,7%. А в целом, в этом году на увеличение социальных выплат предусмотрены средства в размере 750 миллионов монатов. Это повышение охватит 1 миллион 900 тысяч граждан. Экоактивисты и представители неправительственных организаций уже 25-й день непрерывно продолжают акцию на дороге Лашингхан-Кианди в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории нашей страны. Дорога открыта для проезда автомобилей в гуманитарных целях. Автомобили Международного комитета Красного Креста и сегодня свободно передвигались по территории проведения мирной акции. На освобожденных от оккупации территориях с каждым годом ускоряются темпы ремонтно-восстановительных работ. Минувший год запомнился о реализации новых инфраструктурных проектов, в частности, вводом в строй села Агалы Зангеландского района. В конце же текущего года в Физулии будет завершено строительство первого жилого квартала. Подробности в следующем видеомассериале. В Физулии возводят первый жилой квартал, где уже с минувшего года строится 24 жилых дома. На возведение еще 14 зданий объявлен тендер. Работающему на стройке в Угару Гусейнову было 14 лет, когда вместе с семьей он был вынужден покинуть Физулии. Их дом, полностью разрушенный во время оккупации, располагался близ строящегося квартала. Угар вернулся домой спустя 30 лет и участвует в строительстве нового города, горд и счастливый день. Очень горжусь своим участием в строительных восстановительных работах в родном районе, родном квартале. Верю, в ближайшее время мы будем обеспечены жильем в построенных самими домах. Мы вернулись и будем жить на родной земле. В зданиях предусмотрены пассажирские лифты. В каждом по два лифта. В одноблочном здании один лифт. Просторные комнаты, зал, кухня. Квартиры будут оснащены кухонным оборудованием. Залы просторные и светлые. Жилые комнаты соответствуют необходимым стандартам. В жилом квартале также предусмотрено строительство бизнес-центров, объектов торговли, общественного питания, культуры и жилищно-коммунальных объектов. Будет заложена зеленая полоса, сооружены фонтаны и проложены велосипедные дорожки. На следующем этапе будут также возведены частные дома и продолжится строительство новой инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги пройдут от северной части города, где международный аэропорт. Большая территория отвезена под лесной массив. Эти проекты совсем скоро осуществятся. И мы увидим новый физули, куда вернутся его жители и будут там жить. Первый жилой квартал будет готов к концу текущего года. Итак, созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются высокими темпами. Восстанавливаются и историко-архитектурные памятники, пострадавшие от армянского вандализма. Как настоящие хозяева этих земель мы возвращаемся в родные края вместе с нашим наследием, которое армяне пытались уничтожить. Мы направляемся в Карабах с книгой. Сколько книг собрано в рамках проекта, запущенного Национальной библиотекой Азербайджана и Министерством культуры, и в каких условиях хранятся представленные издания, обо всем этом в репортаже Нил Феарас Ланзаде. Здания более 970 библиотек на освобожденных территориях были разрушены в период оккупации. А их ценные книжные фонды, насчитывавшие свыше 4 миллионов 600 тысяч экземпляров, были разграблены, сожжены, уничтожены. Запущенный январей минувшего года проект «Карабах с книгой» нацелен на восстановление книжного фонда библиотек на освобожденных территориях, на которых во время оккупации армяне уничтожили все наше культурное и материальное наследие. Сегодня восстановление этого наследия является одной из главных задач. Минуло почти два года, в течение которых собрано около 100 тысяч книг, а за 2022 год около 22 тысяч изданий. Процесс все еще продолжается, но я бы сказал, что не так интенсивно, ведь по сравнению с 4,5 миллионов 120 тысяч – это достаточно низкий показатель. Мы должны показать всему миру, что армяне пошли на нас с оружием, а мы идем в Карабах с книгами. Это свидетельство уважения нашего народа к национально-духовным ценностям. В рамках проекта принимаются книги на разных языках, разного жанра и тематики. Эти издания в основном поступают в качестве подарка от государственных структур, учреждений и частных библиотек. Вся представленная печатная продукция хранится в специальном фонде библиотеки. Все поступающие в фонд книги хранятся в специальных помещениях. Они защищены от блага, света и любых факторов, которые могут нанести им вред. Если книги поступают от различных учреждений и организаций, то на них оформляют акт приема сдачи. В связи с этим на сайте milikitaphana.as создан специальный раздел, в котором с точностью указаны даты и количество поступивших изданий. Проект планируется продолжить и в 2023 году. Таким образом, шаг за шагом в практически разрушенном до основания в период оккупации Карабахи и восточном Зангизури восстанавливаются не только наши города и села. В праздничные дни наблюдался значительный рост потока туристов в Гусарские и Губинские районы по сравнению с предыдущими годами. В течение нескольких дней в этих районах побывало более 20 тысяч туристов. В эти дни горные склоны предпочли больше всех иностранцев. Созданная в последние годы инфраструктура зимнего туризма внесла большой вклад в развитие данного сектора. Поэтому с каждым годом растет число прибывающих в нашу страну иностранных туристов. Моя поездка в Азербайджан очень успешная. Мы восхищены здешней природой, горами. Это великолепное место. Очень хорошо отдыхаем. Моя дочь Лилиан, мы из Кувейта. Приезжали сюда уже во второй раз. В первый приезд научились пользоваться лыжами. Очень чистый горный воздух. Одним словом, великолепное место. Мы полюбили Азербайджан. Переживаю очень интересные дни. Впервые катаюсь на лыжах. Всё прекрасно. В следующий раз приеду с семьёй и приглашу друзей. Сюда стоит приезжать. Многих воодушевляет отдых зимой в заснеженных горах на свежем воздухе. Туристический комплекс Шахдак для этого идеальное место. Только в преддверии праздничных дней здесь отдохнуло более 10 тысяч туристов. 30% из них иностранцы, 70% местные туристы. Я приехал из Баку. Здесь хорошо, есть снег. И не очень холодно. Нам повезло. Нигде нет снега, а здесь есть. Воздух чистый, прекрасный снег. Чем я и воспользовался. Покатался на лыжах и мотоцикле. В любое время года в отличающейся прекрасной природе Кубе многолюдно круглый год. Воочию это можно увидеть в праздничные дни. В это время число приезжающих в район на 50-60% больше, чем в обычные дни. Костя больше всего предпочитает маршруты Губах-Налык и Губак-Ангялты. В Губе нам нравится прекрасный воздух, лица, красивые места для отдыха с семьёй. Правда, в прошлом году здесь был снег. В этом его нет. В свете солнца всё равно всё прекрасно. Праздник проходит весело. Мы пошли в сторону гор. Здешний воздух великолепен. Мы на Новрусбайрамы хотим сюда приехать. Впервые мы приехали в Азербайджан два года назад. Думаю, что здесь для туристов созданы все условия. Гостеприимные люди, прекрасная природа, высокий уровень инфраструктуры. Очень рад, что нахожусь здесь. Праздничные дни в центрах отдыха в Губинском и Гусарском районах очень много гостей. Хоть стоимость номеров выше, чем в обычные дни, все они заранее забронированы. Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий на всей территории страны. По информации Бюро гидрометеорологических прогнозов в Баку и на Пшрунском полуострове, начиная с 8 января ожидается похолодание. Временами осадки, местами возможен мокрый снег и снег. С вечера 7 января до дневных часов 8 января временами ожидается усиление северо-восточного ветра. Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями понизится на 10-12 градусов. 10-11 января ночью прогнозируется до минус 2 градусов, днем около нуля. В северных и восточных районах страны временами осадки, местами мокрый снег и снег, местами интенсивный. Температура ночью до 5 градусов мороза, днем до плюс 4. В горах ночью 10-15, днем 5-8 градусов мороза. С из-за изменения погодных условий на дорогах возможен гололед. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Нисьма. Афера Азербайджанского телевидения продолжит передачу Чехушадогру. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!